здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут Ирина и вы на моем канале в прошлом видео я вам обещала показать как я буду отделять детку от этой прекрасной орхидеи панда я ее приобрела в сетевом магазине она мне очень понравилась кстати орхидея очень долго цветет держит свои цветы у нее яркий насыщенный цвет желтый фон немного выгорает но бордовые пятна они так и остаются насыщенные на весь период цветения и эта орхидея у меня в домашних условиях дала цветоносы с точки роста я сначала расстроилась но потом я подумала что будет хорошая мамка и даст много деток потому что орхидея довольно таки крепкая у нее отличная корневая система много листиков поэтому еще много корни приросли не смогу вам показать в общем много у нее листик поэтому и деток будет тоже еще много детка уже большая и сегодня хочу вам рассказать в какой период нужно отделять детку чтобы это было не слишком рано и не слишком поздно отделяю я детку тогда когда у нее есть три листочка и три корешочка длиннее 5 сантиметров это самый благоприятный я момент для отделения детки чтобы она с легкостью пережила адаптацию если снять орхидею когда у нее например два корешочка коротеньких есть сложнее адаптироваться и выжить до отдельно от матери если орхидея уже большая да уже можно сказать размером с мамку то при отделении можно наломать очень много корней можно даже сломать листочек или при отделении да пока разбираем этом корни можем поломать и листья и даже отломить детку без корней до корни останутся еще на мамке вместе со стволиком а листья останутся у вас в руках поэтому лучше не пропускать этот момент и отделять детку когда она еще даже не сильно заглубилась материнский субстрат что поделить аккуратно вытащить и пересадить и не тревожить мать потому что мамку обычно да вообще орхидеи с поврежденной точкой роста я стараюсь не пересаживать и никак не шебуршить их корневой системы вот как они есть так они растут пока вот останется у них последний лист и последний живой корешочек так у меня есть инструмент сегодня буду пользоваться вот такими вот ножничками имя очень удобно тонкими носиками подлезть и откусите эту этого ребенка единственное что обязательно дезинфицируем ножнички протираем моем чтобы с вот например на предыдущая обработка у меня была гнилой орхидеи если сейчас не продезинфицируете ножнички и отрежу этого маленького ребенка то естественно инфекция на нее попадет и может начаться загнивание детки зачем это нужно поэтому обязательно и дезинфицируйте инструменты спирт перекись водорода хлоргексидин мирамистин все что угодно протираем и можно деточку собственно отделять сначала осматриваем растение нужно найти то место где орхидеи когда срастается с мамкой вот эта точечка и здесь вот нужно будет аккуратненько откусить единственное что я вижу корень детки вот он прорвался до получается листочек от материнского растения и корень вот там через лист прорвался мне нужно все-таки сохранить этот корешочек на детки поэтому скорее всего мне придется разорвать лист чтобы достать этот корень как бы жалко не было я попробую сначала просто его немножечко вот так вот надрезать до чтобы было отверстие больше и собственно я могла вытащить этот корень вот но потом если не получится придется наверное все таки этот лист снять так и теперь с какой стороны вам будет лучше видно да и мне тоже нужно вот здесь вот сделать кусь аккуратненько чтобы опять же не повредить не детку и корни чуть-чуть надрезала теперь пробую вад детки они знаете так вот нажмешь на них и они отламываются они к мамке не сильно при прикручены приросшие а здесь вот прям хорошо так она к мамке приросла так вот еще кусь пошатаем пошатаем почти все ну дат корешочек теперь будет держать нужно попробовать его вытащить так с противоположной стороны здесь тоже нужно будет аккуратненько сделать кусь и вот этот корень получается тоже от детки вот он такой большой так аккуратно надо же чтобы же вам было видно и мне было удобно так попробую сделать надрез здесь вот снизу как раз вот из-под корешочка как бы вот так такими вот маленькими кусиками будем действовать и так тут еще вот из-под низу оп сделаем кусь и вот такими вот пошатывающими движениями постараюсь вытащить корень из листа детка уже от мамки полностью отсоединена осталось вот только этот корешочек освободить так надеюсь вам все хорошо видно потому что здесь конечно ювелирная работа не хочу его сломать давай 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 чуть-чуть хрустнул но ничего зато мы этот корешочек все-таки спасли и теперь вот такими вот пошатывающими движениями я достаю те корешочки которые успели заглубиться в грунт и вот для материнского растения это конечно не очень хорошо что я вообще тревожу каким-либо образом ее корни так и остался последний который тут вот так отлично все вытащили эту красотку материнское растение хорошенечко подкормлю витаминами и будем ждать следующую детку я рада что удалось сохранить лист и вытащить детку не потеряв ни одного корня честно работа была не из легких думаю я заслужила ваш лайк срез у детки обязательно обработаю максимом чтобы продезинфицировать мне максиму такой в бутылочке и подсушить это место все-таки удаление было не одним таким кусь а вот несколькими поэтому шеечку немножко тут я конечно повредила вот надеюсь что все будет хорошо вот максима час обработаю все подсохнет она молодые корешочки лучше максимом не попадать потому что они тоже могут подсохнуть а это нам не нужно изменяюсь немножечко на камеру задрала но я думаю что здесь все понятно вот таким вот образом я обработала срез детки все оставляю подсыхать пока орхидейка подсыхала я уже подготовила все для посадочки горшочек очень мне нравится кубический горшок вообще для меня лично это идеально я во все сейчас двойные горшочки стараюсь вставлять фитиль и даже если вдруг я забыла при пересадке его вставить я потом могу его запросто продеть через ножки каком-нибудь из видео я вам это покажу кстати было уже на канале такое видео как я через ножки до через дырочки через отверстие продевала фитиль вот а подготовила я еще супер классную кору вот пока мне не пришел керамзит пларган я сажаю именно в хорошую кору здесь у меня простой керамзит но такой легенький он мне тоже нравится их мог сфагнум вот орхидейками очень любимый так вставляю фитиль тот самый из простой салфетки которую я покупаю в рулонах магазине светофор продеваю его через ножки таким вот образом все понятно все видно вот и к стеночке вот так вот подвигаю потом даже для видео очень удобно показывать да где располагается фитиль да насколько я его подняла главное что именно к стеночке если вы поднимите вот так вот фитиль прям под шейку орхидеи она сгниет а к стеночке все хорошо влага да хорошо распространяется по горшочку равномерно вот и все отлично когда фитиль готов можно засыпать при этом мы фиксируем и керамзитом фитиль чтобы он не упал когда фитиль вровень с дном знаете эффективности от фитиля будет минимально когда он приподнятый как раз он влагу будет тянуть и к центру поэтому приподнимаем фитиль и фиксируем его немножечко мха закрывая можно сказать тонким таким вот одеялком керамзит прям совсем чуточку большой кусочек коры вот так вот это все выглядит и начинаем примерять нашу орхидейку срез ее уже подсох и устанавливаем ее в горшок здесь вот когда я ее доставала немножко уже надломила поэтому можно вот так вот спокойно вставлять уже знаем что там корешочек и так сломаны усаживаем конечно горшок очень красивый и я постараюсь усадить ее максимально ровненько в этот горшочек чтобы она там красиво смотрелась не сбоку как-то криво именно красиво но насколько позволяют мне корни чтобы они не ломались не хрустели вот примерно примерно вот так и теперь я начинаю все это дело засыпать корой ну как засыпать я больше даже распределяю кору я не засыпаю а именно между корнями ее просовываю здесь у меня кора разной фракции есть и побольше есть и поменьше вот именно что я распределяю большие кусочки сначала я вставляю под шейку вот чтобы было видно вставляю под шейкой чтобы орхидейка уже стояла как бы на коре вот а потом можно засыпать уже разные фракции сильно большие конечно кусочки здесь не пойдут здесь средние должны быть примерно вот такие кусочки прям в самый раз можно помельче а побольше да именно подпихивать под шейку вставлять и фиксировать и немножко все равно не сдвинулась ничего не поделаешь такое не сломать будет значит немножечко в бок хотела конечно я ее распределить максимально ровно ну как получилось немного мха и вот так вот по стеночкам корешочком я распределяю мох прям по стеночкам как раз там где корни я стараюсь именно мог добавить вот таким вот образом прям между корой вот таким вот образом прикрывая все корешочки и остается еще немножечко досыпать коры хорошо когда кора разной фракции те что помельче кусочки они просыпаются кусочек те что побольше в создают воздушные карманы посадочка получается одновременно и воздушная но орхидея в ней не шатается вот так у меня получился так достану покажу вам что у нас внутри горшочка вот такая красота видно где фитиль видно корешочки это важно когда видно корни значит вы правильно подобрали размер горшка если корни у вас не видно когда вы сажаете значит размер горшочка вы выбрали неправильно и скорее всего в такой посадке ваша орхидея сгниет и вот должно быть видно корни по их состоянию я буду смотреть нравится орхидея новая посадка не нравится когда поливать орхидею да и вообще стоит поливать ее в этот момент или нет все орхидея мне скажут именно по корням когда корни будут зеленого цвета значит поливать рано если они серебряного цвета значит пора делать полив вот но на этом этапе я ее оставлю в покое есть трещинки на корнях шейка которая еще не зажила поэтому я посадила ее в сухой субстрат и полив будет не раньше чем через сутки это очень важно сейчас на сутки и оставляю эту орхидею в покое полив я вам покажу уже завтра всем любви всем удачи всем пока